Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в суде Наталья Белышева. Теракт в Стамбуле. Бомбы привели в действие трое смертников. Среди погибших есть украинцы. Опасные связи. В чем обвиняют экс-главу Харьковского обкома? Самозащита или вседозволенность? Имели ли право полицейские стрелять в студентов? Теракт в Стамбуле. Количество погибших в аэропорту имени Ататюрка постоянно растет. Уже известно, что среди жертв есть украинцы. В Турции работает мой коллега Вениамин Трубачев. Он сейчас с нами на связи. Находится также на месте трагедии. Вениамин, здравствуй. Какие последние данные о количестве жертв и что происходит в аэропорту прямо сейчас? Да, Наталья, в аэропорту обстановка сейчас довольно нервная и напряженная. Я сейчас нахожусь как раз у входа в терминал, где и произошла стрельба и теракт. Здесь повсюду разбиты стекла, стены в осколках. Но стоит отметить, что рабочие довольно быстро все это ремонтируют. Зайти сейчас в аэропорт и выйти, как вы можете видеть, можно свободно. Правда, сначала нужно пройти рамку металлодетектора. Некоторых людей проверяют полицейские, осматривают их сумки. Внутри уже работают сейчас магазины и кафе. Вот я стал буквально недавно свидетелем такой драматической сцены. Сюда пришла женщина, стоя на коленях. На коленях она плакала. Вероятно, что у нее здесь погиб кто-то из родственников или близких. Прогремел мощный взрыв, очень мощный. Внутри аэропорта было ужасно. Другие пассажиры, говорят, слышали стрельбу, но я сам не слышал. Один из террористов открыл огонь и вошел в терминал. Позже прогремели два взрыва, я их слышал. Я был в терминале для внутренних перелетов, а все произошло в международном терминале. Я как раз брал мои три чемодана, когда услышал взрыв. Полиция приказала всем лечь. Багажная лента защитила нас от перекрестного огня. Они стреляли в полицию. Полиция отвечала. Одного человека рядом застрелили, а затем мы увидели бомбу на сканере. Все вокруг погибли от последующего взрыва. Пока мой брат бежал за помощью, взрывалась первая бомба. Мой другой брат крикнул ему, возвращайся. Он не вернулся, и бомба взорвалась. Мальчика тоже ранило. Он лежал в луже крови моего брата и звал на помощь. Веднямин, что известно о погибшей украинке? Действительно погибло сейчас больше 40 человек. И среди них есть украинка. Ее звали Лариса Цибакова. Она проживала постоянно в Одессе. Ее тело сейчас доставлено в одну из ближайших больниц. Женщина сейчас находится... Как раз во время взрыва женщина находилась во время... В здании аэропорта. Когда прогремел взрыв, об этом нам сообщил генеральный консуль Украины в Стамбуле. Также среди пострадавших есть еще одна гражданка Украины. Она получила ранение. Вот буквально перед эфиром мне удалось узнать, что медики оказали ей всю необходимую помощь. И сейчас ее жизни ничего не угрожает. Установлены ли личности террористов и кто взял на себя ответственность за этот теракт? Действительно, спецслужбы по видеокамерам, которые здесь буквально установлены везде, уже определили, что нападавших было трое. Они открыли сначала огонь по полицейским, сотрудникам аэропорта и пассажирам, которые здесь находились. Вот у этого входа турецкие, а затем эти террористы-смертники себя взорвали. Турецкие власти говорят, что ответственность за этот кровавый теракт взяла на себя группировка Исламское государство. Но интересно, что примерно за два часа до теракта в соцсетях появилась информация о готовящихся взрывах в аэропорту с намеком на то, что за этим может стоять правительство, якобы, чтобы отвлечь внимание общества от попыток властей возобновить сотрудничество с Израилем и Россией. В Турции завтра будет день национального травма. Наталья, это самая последняя новость. Спасибо, Вениамин. Вениамин Трубачев с подробностями о терактах в Стамбуле. Как отреагировали на стамбульский теракт в Вашингтоне? И изменит ли это стратегию штатов в борьбе с исламским государством? Об этом наш Сапкур Тихон Зитко из Вашингтона. Американские власти пока осторожны в комментариях. Даже сейчас, спустя 15 часов после теракта, первым трагедию в Стамбуле прокомментировал госсекретарь США. Джон Керри выступал на конференции в штате Колорадо и, естественно, не обошел вниманием произошедшее в Турции. Мы еще собираем информацию, пока сложно комментировать ситуацию. Но я хочу сказать, это стало нашей ежедневной платой. Поэтому в первую очередь мы должны бороться с теми, кто действует вне зависимости от каких-либо государств. Вскоре стало известно, Обама позвонил своему турецкому коллеге Эрдогану, решительно осудил теракт, выразил соболезнования и предложил любую поддержку и помощь в расследовании теракта. США пока не представили никаких конкретных планов по изменению своей стратегии в борьбе с боевиками ИГИЛ. И непонятно, будет ли она после Стамбульского теракта. Буквально накануне в комитете Сената Соединенных Штатов прошли слушания. На них, в частности, были представлены заявления представителя США в коалиции по борьбе с исламским государством Бреттом Маккерхом. В письменном заявлении он утверждает, что сейчас полным ходом идет подготовка к освобождению одного из ключевых каракских городов, Масула, от боевиков ИГИЛ. Иракские власти и коалиции довольны недавним освобождением города Фалуджа от боевиков и рассчитывают на успех в наступлении на Масул. Впрочем, похоже, каждый успех в Ираке и Сирии сопровождается терактом за их пределами. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американской бюро телеканала Интер. Тройной теракт в Стамбуле осудил весь мир. Свои соболезнования семьям погибших принесли европейские лидеры, премьеры Австралии, Канады. Папа римский Франциск в своей речи призвал помолиться о жертвах нападения террористов. Я приношу глубокие соболезнования родственникам погибших и раненых. Хочу обратиться ко всему турецкому народу. Мы объединимся с вами для общей борьбы с терроризмом. Мы знаем, кто стоит за всем этим. Мы должны действовать так, как поступаем во Франции и во всей Европе. Нужно сообща принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом и координировать наши усилия. Позвольте мне выразить глубокие соболезнования семьям и близким жертв нападения в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле. В такой сложный момент мы все должны объединиться. Обращаю свои мысли к жертвам, их родственникам и всему турецкому народу. Помолимся, чтобы Господь вселил мир в сердца тех, кто обращается к насилию, обратил их к добру. Давайте помолимся в тишине. Соболезнования пострадавшим и близким погибших выразил и президент Украины. В твиттере Петр Порошенко написал о том, что потрясен этим терактом и соболезнуют семьям убитых. Память жертв взрывов, прогремевших в Стамбульском аэропорту, почтили сегодня и народные депутаты. Оппозиционеры Юрий Бойко вместе с Вадимом Новинским и Юрием Леффе принесли цветы к посольству Турции в Киеве. Действия стамбульских террористов они назвали бесчеловечными. Терроризм не имеет границ, не имеет национальности и весь мир это видел сегодня ночью. Мы выражаем соболезнования турецкому народу. Мы вместе с ними в эту трудную минуту. Мы считаем, что это беда всех. В Сумах один из прокуроров военной прокуратуры, Вадим Яковлев, застрелился из стабильного оружия. Это произошло прямо в его рабочем кабинете. Причины суицида пока не ясны. Правоохранители происшествия не комментируют. На месте работает следственно-оперативная группа. Если в течение выпуска мы получим какую-либо информацию об этом инциденте, обязательно вам сообщим. С обыском в квартиру еще одного военного прокурора сил АТО сегодня пришли следователи НАБУ. Речь о Константине Кулике. Детективы заподозрили, что у Кулика есть автомобили и жилье в столице, не внесенные в декларацию. В антикоррупционной прокуратуре, которая расследует дело вместе с НАБУ, говорят, что у них есть доказательства незаконного обогащения Кулика. Поэтому сегодня ему сообщили о подозрении и вызвали в субботу на допрос в качестве подозреваемого. Но вот во время обыска, как видно из протоколов, опубликованных в одном из интернет-изданий, никаких вещдоков, никаких подтверждающих вину документов следователи не нашли. Изъяли только три флешки. И, как объясняет Константин Кулик, на них только служебная информация. Боевики возобновили обстрелы сел возле Донецкого аэропорта. Украинские военные считают, что идет охота на технику. Своё же тяжелое вооружение враг стягивает в аэропорт. Даже днём, особо не таясь, менее чем в километре от линии соприкосновения. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Вон капуста, цепь помидора, там перец. Среди разбитых домов Лариса радуется первым помидором на своем огороде. Совсем недавно буквально рядом разорвался еще один снаряд. Вроде как восьмидесятка, потому что небольшой, только туалет немного развернуло. Я тут с начала войны. Страшно. Было страшнее. Сюда у нас прилет был мины. Один. Там надо другой. Прилет. 82-ра работа и мина. То есть по домам? По домам, конечно. По мирным населениям тут и сюда живет у нас тут бабушка. Дети вы мои и люди. Я говорю, я другую войну, а теперь жила. Но я еще так не умирала жить, как сейчас. Рейса Петровна тоже безвыездно в опытном. Дважды снаряды рвались рядом. Выжила. Говорит, уже и не прячется. Устала. Как жалко. Нас красота была кругом. А где они? Из аэропорта. Приблизно два миномета есть 100%. Это уже Донецкий аэропорт. Вернее, его руины. Постовой замечает там движение. Боевая готовность. Просто так оно не заводится. Это танк, БМП. Любая тяжелая техника. Ну, вот недавний прилет. Сегодня в районе аэропорта затишье. По ту сторону находятся наблюдатели, объясняют военные. Пока в районе Донецкого аэропорта работает миссия ОБСЕ. Фактически под их прикрытием. И прикрытием вот этой зеленки боевики пытаются максимально приблизиться к позициям военных. Разворачивают мины направленного действия, установленные армейцами. И расставляют здесь свои растяжки. Могут и инсценировать обстрел своих же позиций. Они миномет разворачивают. Или просто стрелку от него туда, на Донецк разворачивать. И говорят, что мы нарушаем перемирие. По данным разведки, в аэропорт зашли наемники 3-й мотопехотной бригады. Себя называют Черным Беркутом. Свою артиллерию корректируют с помощью беспилотников. Охотятся на военную технику. Не щадят и мирные села. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Развести силы на линии соприкосновения. На Донбассе возле населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом сегодня договорились участники трехсторонней контактной группы в Минске. Пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы, Дарья Олифер, сообщила о том, что освобождение заложников снова заблокировано. Людей из здания Донецкого управления СБУ якобы переводят в СИЗО. И Украина требует предоставить информацию о местонахождении своих граждан. Обсуждали также восстановление ЖД-сообщения с неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей и возобновление социальных выплат. Дискуссия подремонстрировала необходимость срочного решения социальных проблем в зоне конфликта. Рабочая группа по политическим вопросам детально обсудила, как и в прежнем вопросе амнистии, а также вопросы, касающиеся администрации местных выборов. В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали группу из девяти человек. Внимание правоохранителей привлекли два внедорожника возле дамбы Каховского водохранилища. При обыске в автомобилях был обнаружен целый арсенал. Два автомата Калашникова, шесть пистолетов, ножи, кастеты, бронежилеты, балаклавы. Выяснилось, что двое из задержанных имеют судимости. Четверо ранее несли службу в АТО. Все они жители Днепропетровской области. По подозрению в сепаратизме задержана бывший народный депутат, харьковчанка Алла Александровская. В розыск объявлен и ее сын. В чем конкретно обвиняют Александровскую, знает Светлана Шакира. Сегодня она целый день следила за развитием этой ситуации. Домой к бывшему лидеру харьковских коммунистов Алле Александровской, следователи СБУ, пришли вчера в полдень. Провели обыск, изъяли ноутбук, флешкарты памяти, две видеокамеры и старый цифровой фотоаппарат. Я была на улице в магазине, приеду сейчас домой, и возле квартиры стояла группа людей, оказались сотрудники СБУ с понятыми. Они ждали меня, чтобы войти в квартиру для обыска. Аллу Александровскую задержали. Сегодня в суде ей избирают меру пресечения. Коммунистку подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и подкупе местных депутатов, чтобы те проголосовали за обращение к Верховной Раде и президенту по поводу изменения в Конституцию. Действовала вместе со своим сыном. А деньги на подкуп, по версии следствия, дали российские спецслужбы. Правда, половину из них Александровская якобы присвоила. Колишние коммунисти пытались вплинуть шляхом подкупу на депутатов местных рад. Позитивные решения оценивались в 9 тысяч долларов США. Депутаты за эту награду могли проголосовать с вернением до Верховной Ради и президента Украины что до внесения изменений до Конституции стосовно федерализации. Попытка подкупа депутатов была пресечена в городе Южной Харьковской области. 24 июня перед началом внеочередной сессии Горсовета сотрудники СБУ задержали посредника, который передавал местному чиновнику часть суммы. Адвокаты Александровской все обвинения отвергают. Вчера до изолятора временного содержания бывшего нардепа так и не довезли. Всю ночь Алла Александровская провела в больнице. У нее поднялось давление. И сегодня жалуются на плохое самочувствие. Во время дневного заседания в суде адвокаты Александровской тянули время. Постоянно подавали ходатайство. Об отводе сперва секретаря, потом следователя. Защитники настаивают. Содержать Аллу Александровскую под стражей нет необходимости. Она готова работать со следствием. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Из-за жалоб Александровской на плохое самочувствие суд объявил перерыв. Но сейчас в эти минуты заседание снова продолжается. Позднее мы свяжемся с нашим корреспондентом. Узнаем какое решение приняли судьи по делу Александровской. И еще об одной харьковской истории. Новые подробности стрельбы на пляже, которая произошла в городе на минувшей неделе. Я напомню участники этого конфликта, полицейские и студенты. Почему сотрудники полиции открыли тогда огонь? Сегодня об этом рассказали пострадавшие. С ними пообщался наш корреспондент. Руслан Сандак вчера выписался из больницы. Показывает последствия общения с полицейскими. Шов на груди и рану на шее. Откуда доставали пулю. У его друга Анатолия тоже швы на спине. Пуля прошла по касательной. На прошлой неделе пострадавшие не хотели общаться с журналистами. Теперь готовы рассказать, как все произошло. Возвращались с пляжа под утро. Решили помочь двоим парням, у которых было пробито колесо. Но те внезапно агрессивно отреагировали. Он говорит, ты объективно самый умный или как? Я сейчас достану пистолет и пострелем коленки. Так будет лучше? Говорит, да нет, ну что вы. Ну и просто сразу без разорота начал доставать пистолет. Зарядил его. Говорит, кто тут главный? Студенты говорят, полицейские приходили к ним в больницу. Предлагали оплатить лечение и замять конфликт. Но пострадавшие не согласились. В самой полиции сегодня наконец-то прокомментировали инцидент. Говорят, полицейские, которые начали стрельбу на больничном. Их, мол, побили студенты. Они не выполняют службу, потому что они перебывают на лекарственном. После этих подий они вернулись до медицинского заклада с телесными ушкоджениями. Наразі становится ступень цих ушкоджений, а також, каким чином, они были отриманы. В прокуратуре тоже продолжают расследование. Говорят, по предварительной информации, все участники конфликта были пьяные. У полицейских были документы на травматическое оружие. Травматичный пистолет, который был использован в конкурсе. У полицейского на него есть дозвіл. Он имел право его при себе носить. Или он его законно использовал. Сейчас выясняют следственные прокуратуры. Если служебная проверка выяснит, что полицейские незаконно применили оружие, а суд признает их виновными, то за превышение служебных полномочий стражам порядка грозит до семи лет тюрьмы. Татьяна Овинникова, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Николаевская область официально обезглавлена. Президент Украины уволил губернатора Вадима Мерикова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Имя преемника пока неизвестно. Временно функции председателя госадминистрации будет исполнять заместитель Вячеслав Бонь. Мериков написал заявление об отставке по требованию Порошенко после череды громких коррупционных скандалов в этом регионе. Сначала первый зам Мерикова Николай Романчук попался на взятки в 90 тысяч долларов. А неделей позже депутата облсовета уличили в сотрудничестве с криминальным авторитетом. Президент потребовал уволить всех, кто отвечает за борьбу с коррупцией в Николаеве. Своих кресел, кроме губернатора, лишились также областной прокурор. Сегодня приказ о его увольнении подписал генпрокурор Юрий Луценко и начальник областной полиции, но он пока только отстранен. Регламентный комитет Верховной Рады разрешил привлечь к ответственности народного депутата Александра Онищенко, которого, я напомню, обвиняют в нанесении государству ущерба в 3 миллиарда гривен. Адвокат Онищенко Ольга Просенюк заявляет, что против ее клиента нет ни одного доказательства, а дело называет политическим фарсом. Сам же народный депутат, который также присутствовал на этом заседании, все обвинения в свой адрес опровергает. И он также заявил, что будет доказывать свою правоту. Из страны бежать не намерены, хотя на этой неделе он отправится на тренировку в Вену, к заседанию парламента обязательно вернется. Я никуда не скрываюсь. Я хочу открытый процесс, чтобы это был суд. То есть пусть предъявляют мне обвинения. Я не верю в то, что, допустим, на основании тех доказателей, которые сегодня были сказаны антикоррупционной прокуратурой, меня могут лишить воли и арестовать. То есть я просто в это не верю. Мы живем в правом государстве, я думаю, мы должны следовать и действовать по правам и законам. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Чернобыльская прачечная. Кто отмывает свои миллионы на замороженной АЭС? Застрявшие на выходе в Лондоне набирают силу майданные настроения и политические неурядицы. Фантазии на тему Джона Сноу. Сценаристы «Игры престолов» рассказали, когда и чем закончится сериал. Россия еще на полгода продлила продуктовое эмбарго против Запада. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Путин. Запрет на импорт целого ряда товаров, прежде всего из стран Европейского Союза, будет действовать до 31 декабря 2017 года. Я напомню, Москва ввела эмбарго два года назад. Это был ответ на санкции ЕС и США. О санкциях против России говорили и на саммите Евросоюза. Впрочем, основной темой все-таки был Brexit и будущее, как самой Великобритании, так и ЕС. Обсуждали все это за ужином. София Гордиенко о смешных и серьезных нотах встречи европейских лидеров. На вчерашний саммит, а на самом деле ужин, собрались еще все 28 лидеров ЕС. В интернете уже появилась карикатура. Кэмерон просит официанта подать ему кофе. А Меркель говорит, не вопрос, но с тебя три евро. По признанию самих участников было грустно. Закончили заполночь, вспоминали добрые старые времена. Для Дэвида Кэмерона это вообще последний день во Дворце Европы. Эстонский премьер вспоминал, как британский флот помогал сохранить независимость страны сотни лет назад. Великобритания стала домом для чехов, преследуемых в 1948 и 1968 годах. И с Ирландией наши отношения никогда не были ближе. Мы уходим из ЕС, но хотим сохранить очень тесные отношения. Несмотря на хорошие воспоминания, утренний кофе пили уже без британского премьера. И так будет все два года, пока Великобритания официально не выйдет из ЕС. Утром нам надо всем проснуться и выпить кофе. Из-за кофе мы будем говорить о будущем. Не о британском. Они голосовали за выход, значит у них есть план, что делать дальше. Мы будем говорить о нас. В Брюсселе вообще решили. Никаких прогнозов и торгов. Пока. Мы решили не говорить ни о каких переговорах или условиях до того момента, как получим официальное уведомление. Но раньше уведомления Великобритании о выходе Шотландия привезла заявление о желании остаться. Первый премьер страны прилетела в Брюссель с четким посылом. Шотландцы голосовали за ЕС и никуда уходить не хотят. Я хочу четко заявить, что Шотландия желает защитить свои отношения с Евросоюзом. Если так пойдет и дальше, то к Шотландии примкнет Северная Ирландия. В результате получится, что ЕС и вовсе получит Великобританию обратно по частям. Вообще не Британия единой жили сегодня лидеры ЕС. Говорили о насущном делах внутренних и внешних, в том числе об Украине и российских санкциях. Причин отменять их нет, решили единогласно. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности телеканал Интер Брюссель. А в самой Великобритании все еще атмосфера неопределенности. До сих пор непонятен план действий правительства. Что происходит в стране, проголосовавшей за выход из ЕС, но все еще не решившейся на этот шаг? Светлана Чернецкая из Лондона. Политический кризис в Великобритании углубляется. Подтверждением тому стало сегодняшнее заседание парламента. С отчетами с Брюсселя перед депутатами выступил премьер Кэмерон. Но никаких острых вопросов ему не адресовали, никаких претензий не выдвигали. Все понимают, в ближайшее время Кэмерон уйдет и бессмысленно предъявлять ему требования или ожидать кардинальных решений. По сути, власть в стране заняла выжидательную позицию. А неопределенность в политикуме подогревается и расколом оппозиционной либористской партии. Ее лидеру Джереми Корбину выразили недоверие 172 депутата, и всего 40 остались ему верны. Обвиняют в проигрыше на референдуме, мол, недостаточно активно агитировал за то, чтобы остаться в ЕС. Но Корбин упрям, с должности не уйдет. А сегодня оказалось, что фигура лидера либористов раздражает не только многих соратников по партии, но и премьера. Я знаю, мой почтенный друг говорит, что очень старался ради победы на референдуме. Не хотелось бы мне видеть, как же выглядит, когда он не старается. Возможно, это в интересах моей партии, чтобы он сидел на этом месте. Но это явно не в национальных интересах. И я бы сказал, ради всего святого, человек, уходи. Расколы в обществе. В Лондоне состоялся первый масштабный митинг против Брекзита. Это тысячи людей с транспарантами и флагами ЕС прошли маршем с Трафальгарской площади к парламенту. Скандировали о любви к Европе и мигрантам. На плакатах надписи «Я не выйду из моей Европы. Мы всегда будем любить ЕС. Лондон – европейский город». Всю свою жизнь я был уверен, Европа – часть моего будущего. Я очень расстроен, что результаты референдума совершенно не отображают то, как мы воспринимаем ЕС. Мы в ярости. Жители Лондона проголосовали за то, чтобы остаться. Это город открытый, гостеприимный и космополитный. Мы не хотим выхода из ЕС. Следующий Евромайдан уже запланирован на субботу. Ожидается, что здесь соберутся десятки тысяч человек. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Британский оператор мобильной связи «Водофон» хочет перенести свою штаб-квартиру за пределы Соединенного Королевства из-за результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС. В компании считают, что членство в Евросоюзе давало много преимуществ. К тому же основная часть клиентов «Водофон» находится в Европе. Также под вопросом теперь строительства атомной электростанции в Хинкле. Стоимость этого проекта – 26 миллиардов долларов. Главный партнер – французская компания, после Брекзита, так и не подтвердила свое участие в этом строительстве. Там считают, что затраты теперь возрастут и риски увеличатся. Как усовершенствовать украинскую конституцию? В Институте стратегических исследований «Новая Украина» предлагают новый проект основного закона. Среди инноваций – двухпалатный парламент, право законодательной инициативы простым гражданам и никакого коалиционного принципа при формировании правительства. Мы предлагаем двухпалатную модель, в которой верхняя палата – палата громад, нижняя палата – палата партий. Но, пожалуй, самой важной инновацией является то, что верхняя палата – палата громад формируется не на основе прямых выборов, а на основе так называемого делегированного мандата. Укртранснафта перечислила в государственный бюджет полмиллиарда гривен дивидендов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замгендиректора предприятия Андрей Пасечник. Это первый транш от прибыли за прошлый год. Вторая часть суммы, а это еще 500 миллионов гривен, в госказну поступит завтра. Так говорится в сообщении. 18 миллионов гривен за два предыдущих года. Столько потерял их государственный бюджет из-за махинации руководства Чернобыльской АЭС. Об этом стало известно из постановления Печерского райсуда 15 июня. Следствие установило, что чиновники этого госпредприятия платили фиктивным фирмам за невыполненные услуги. Продавали радиоактивные металлические конструкции по заниженным ценам. Отмытые деньги они переводили на счет одной из церквей в Славутичи, а оттуда на счета иностранных компаний. Организатором следствия считает директора ЧС Игоря Громоткина. Вручено ли ему подозрение в полиции не говорят. Пообщаться с самим Громоткиным сегодня нам, к сожалению, не удалось. Он сейчас в отпуске. С прошлой недели точно его уже не было. Уже проведено низку обшуків за місцем, знаходжением осіб, причастных до розкрадания державных коштів. Під час проведення цих обшуків вилучено документы, речі та радиоактивно запруднені металлові конструкції, які мають значення речових доповжень. На цей час в кримінальному провадженні проводятся допитки, экспертизы, огляды. И набирает обороты скандал в областной больнице Днепра. Да, я напомню, на минувших выходных пациенты угрожали врачам и медсёстрам физической расправой. Запугали настолько, что те поначалу даже боялись дать ход расследованию. Но сегодня выступили с официальными заявлениями. Наталья Грищенко расскажет подробнее. Областная больница имени Мечникова. Приемный покой. Двери здесь открыты круглосуточно. Зайти может каждый. Так случилась и в ту самую ночь с 25 на 26 июня. Вот стоял нашу дню. Именно терапевт Дмитрий Сень принимал пациентку, которую двое мужчин привезли на элитной иномарке. Конфликт разгорелся почти сразу же. Врач отказался осматривать женщину прямо в Мазератте и предложил пройти в смотровой кабинет. Говорит, это разозлило визитёров. Посыпались угрозы. Чтобы не обострять конфликт, медперсонал пошёл на уступки. Но и это мужчин не устроило. Я подошла с медицинским молоточком и услышала, что я должна его убрать, так как я могу навредить здоровье этой больной. Врачи и медсёстры рассказывают, их грозили перемолоть на фарш. Охранник попробовал вмешаться. Пусть я придут в утре, я утро подлечу его. Утром дверь с двоих мне, да? Мне сказали мне и охраннику, и медсестре, что вам предстоят нехорошие времена. К утру ждите, что к вам приедут. И зашёл третий человек в чёрной одежде, начал же каждого нас переписывать. Вечные угрозы, особенно для молодого врача и для охранника, угрозы смерти, что они не найдут их больше живыми. Что они должны помолиться, попрощаться с родственниками. Но больше всего медиков возмутило то, что их не защитили даже два прибывших полицейских патруля. Вообще пассивно очень себя вели. Стояли даже не между нами, как я говорил, они стояли за посетителями нашими. Поэтому они даже при случае не могли бы вовремя отреагировать, как это и получилось, что вот меня там хлопнули по плечу. Не сильно, слава богу, но всё равно. А если бы он решил стукнуть? Кто же эти таинственные визитёры? В больнице говорят, хорошо их знают, но фамилии не называют. Это люди, которые представляют тренерский клуб. Они являются самими спортсменами, тренерами. На следующий день в полиции обнародовали официальную причину конфликта. Мол, он произошёл на фоне невнимательного отношения медперсонала к пациентке. Это задело врачей настолько, что они написали заявление и в полицию, и в прокуратуру. Отделом мониторинга патрульной полиции уже проводится проверка, если есть заявление о том, что их сотрудники действовали как-то, нарушая определённые нормы. Нападавшим за хулиганство грозит до четырёх лет тюрьмы. В самой больнице всерьёз задумались над тем, как усилить охрану. На помощь патрульных здесь уже не особо надеются. Наталья Греченко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. В Измаиле ситуация со вспышкой кишечной инфекции стабилизировалась, но есть вероятность массовой заболеваемости гепатитом А. По словам врачей, этот вирус может проявиться у пациентов даже спустя месяц после заражения. В особой группе риска дети. Как сообщили сегодня в санэпидемстанции, в город срочно направлены вакцины от гепатита и уже закупаются дополнительные препараты. А в соседнем Белгород-Днестровском районе то, что произошло в Измаиле, может вполне повториться. Почему и кто виноват в этом, выяснял Андрей Анастасов. Из села Шаба по трубе фекалии сливаются в карьер на окраине Белгород-Днестровского. История банальна. Деньги на новую канализацию чиновники разворовали, старую разобрали на металлолом. В итоге за последние 10 лет нечистоты образовали целое озеро и вот-вот выйдут из берегов. Дамба песчаная, хлипкая. Она просто может в любой момент рухнуть. Что мы ждем? Чтобы получилось то же самое, что в Измаиле? И действительно, предпосылки те же. В Измаиле по одной из версий фекалии попали в водоносный слой из загрязненного Дуная. Здесь же нечистоты может понести в Днестровский лиман, на берегу которого и находится отстойник. А белгороднестровцы, так же как и жители Измаила, пьют воду из артезианских скважин. Польется в лиман. Рядышком находится источник Сачавского. Качество водопровода точно такое же, как везде. Он дырявый. Вспыхнет эпидемия и потом будем разводить руками и кричать. Вот-вот упустили момент. А это ближайшие к фекальному озеру пятиэтажки. Узнав о приезде журналистов, жильцы собираются на стихийный митинг. На перебой рассказывают о невыносимой воне. Я не знаю, как передать вам. Завонный запах фекали. Три дня тому назад сознание теряем в квартире, жара. Закрыли это самое, потому что, простите, воняет невыносимо. Местные санврачи успокаивают. После событий в Измаиле воду тут проверяют ежедневно. Пока все в норме, но риски действительно есть. Как только будут выделены нестандартные пробы воды, усиление хлорирования и так далее. Как только больницы будут полные, так сразу и вес реагирует. Разъяснить ситуацию мы просили в районной администрации. Но там нас отправили в сельсовет Шаба, который, собственно, в свое время и не достроил канализационный коллектор. Председатель говорит, на завершение работ нужно почти 5 миллионов гривен. Таких денег у общины нет. Уже попросили помощи у Минэкологии. Пока же контролируют, как могут. Коммунальное предприятие постоянно следит за состоянием этой дамбы. Техникой подсыпают песком, чтобы не допустить прямого попадания сточных вод в Днестровский лиман. К слову, сегодня в санопедслужбе объявили, премьер распорядился проверить водозаборные сооружения по всей Украине, чтобы предотвратить аварии, подобные Измаильской. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Наркообороны в погонах в Ивано-Франковской области, прикрываясь борьбой с преступностью, полицейские крышуют крупный наркобизнес. Об этом рассказывают правозащитники. Как работает эта схема, разбирались наши корреспонденты. Ивано-Франковский апелляционный суд. Сегодня здесь рассматривают дело Василия Кушмелюка. Мужчину задержали в прошлом году, обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Несколько месяцев назад суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. И вот сегодня подсудимый просит суд отменить приговор. Уверяет, его дело сфальсифицировали работники полиции. Защитник подсудимого уверен, фальсификации действительно были. Сейчас адвокат Александр Козлов. Кроме этого дела ведет еще два аналогичных. Подозревают правоохранители, действуют по накатанной схеме и штампуют подобные дела. Во всех трех случаях на скамье подсудимых оказались наркоманы со стажем. Схема простая, непрофессиональная. Из двух человек выбирает одного более. Ну, они, как правило, люди ломкие и легко соглашающиеся на какие-то предложения в кавычках полиции. Такие люди покупали наркотики для себя, а вот в полиции из них сделали настоящих дилеров. И все для того, чтобы создавать видимость борьбы с наркоторговлей, уверен адвокат. Я считаю, идут абсолютно показатели, которые делаются и монтируются на вот таких вот делах. На таких вот, ну, я бы сказал, инсценировок. Пока работники полиции штампуют дела для отчетности, прямо у них под носом спокойно действуют целые нарколаборатории. Работники СБУ разоблачили сразу две. Производством зелья занимались в соседнем создании нацполиции доме. Позже выяснилось, их крушевали руководители областного департамента противодействия наркопреступности. Працовники Ивано-Франкевского отдела Межрегионального управления Департаменту противодействия наркозлочинности национальной полиции сприяли злочинцам у ихней деятельности. Зокрема, они продали злочинцам три тысячи нарковместных таблеток, которые сами же и вылучили на початку 2016-го року. Ци таблетки они продали, соответственно, за хабара, а речевые доказы заменили имитацией. В ходе следствия уже выяснилось, полицейские, которые крышевали наркобизнес, чтобы отвести от себя подозрения, заваливали свое киевское руководство отчетами о бурной деятельности по раскрытию сымитированных ими же дел. В полиции от своих работников уже успели откреститься. Главное управление национальной полиции в БУК Ивано-Франковской области, он не пребывает в штате области, и он в подразделе так называемого вертикального подразделения. То есть, руководитель ГУНП в области не плывает на кадровое призначение данного подразделения. Полицейские наркодельцы сейчас задержаны, им объявили рекордный залог, более чем в 5 миллионов гривен. Зиновий Автоназ, Жанна Дучак, телеканал Интер, Ивано-Франковск. И сейчас с нами на связи корреспондент в Харькове Светлана Шекера. Я напомню, сейчас суд избирает меру пресечения Али Александровской, которая была задержана по подозрению в сепаратизме. Экс-нардепа задержали вчера вечером, в ее доме и офисе провели обыски, а ее сын объявлен в розыск. Светлана, расскажи, вынес ли суд уже какой-то вердикт или заседание продолжается? Наталья, в данный момент судебное заседание по делу Аллы Александровской продолжается. Судья Киевского районного суда начала, правда, возобновила слушание этого дела в 20.00, после трехчасового перерыва. И сразу же защитники Аллы Александровской вынесли судье все новые ходатайства. В этот раз они попросили соблюдать честь и достоинство их подзащитной. В частности, речь идет о железной клетке, в которой находится Алла Александровна. И они сказали, что то, что дело рассматривается в то время, когда их подзащитная находится в железной клетке, это унижает ее человеческое достоинство, и она должна сидеть просто в зале суда. Судья, предвидя все новые и новые ходатайства, заявила о том, чтобы ей зачитали весь список претензий и предложений. И в данный момент защитники Аллы Александровской оглашают весь список ходатайств, которые они готовы заявить в суде. После этого судья должна удалиться в совещательную комнату и принять решение удовлетворять, либо не удовлетворять эти ходатайства. Когда же будет вынесено решение о мере пресечения для Аллы Александровской, оставлять ли ее под стражей или выпустить, или пустить под залог, сейчас сказать очень сложно. Возможно, это будет поздно вечером, возможно, перенесут. И хочу напомнить, что максимальная санкция статьи, которую по делу, которая инкриминирует Алла Александровская, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Наталья. Спасибо, Светлана Шекера, о деле бывшего харьковского депутата, который подозревают в сепаратизме. На Мариупольском направлении не утихают обстрелы. Почти всю ночь боевики били по нашим позициям из тяжелой артиллерии и минометов. Станислав Кухарчук расскажет все подробности. Позиции близ поселка Лебединская. Отсюда оккупированная территория как на ладони. За теми ветрогенераторами стоит вражеская артиллерия. Стреляют почти каждый день, говорит Роман. Морской пехотинец показывает, что осталось от его наблюдательного поста после попадания противотанковой управляемой ракеты. Вот в Бугорле как раз влучило триптура за период буквально хвилина. Я находился в данный момент тут на посту. Ну, по счастью. Вчера вечером здесь был настоящий ад. Боевики били со стороны оккупированной саханки из тяжелой артиллерии. В наших ребят летели 122-миллиметровые снаряды и мины. Только чудом тут никто не пострадал. Хотя наемники били довольно прицельно. С каждым днем на Мариупольском направлении ситуация только обостряется. По информации нашей разведки, подразделения местных боевиков усилили регулярными российскими войсками. Да и тактика у наемников существенно изменилась, отмечает Роман. Ранее противник всячески пытался прощупать наши позиции и обстреливал преимущественно ночью. Теперь бьют днем, чтобы не выдавать своих позиций. Наши бойцы говорят, достойного отпора врагу дать не могут. Вражеская артиллерия бьет за 7-8 километров. А старенький ДШК туда просто не достает. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Сегодня в зоне АТО от пули снайпера погиб всемирно известный украинский оперный певец Василий Слепак. Это произошло во время боя возле села Луганское. На Донбассе Слепак был почти с самого начала военных действий. Последние 19 лет он был солистом Парижской национальной оперы. Поддерживать украинцев начал во время революции достоинства вместе с представителями Парижской диаспоры. Участвовал в акциях в поддержку Евромайдана. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе стал волонтером. А затем ушел добровольцем на фронт. После войны планировал вернуться на оперную сцену. Похоронят Василия Слепака в пятницу во Львове на Лычаковском кладбище. В Николаве вручили ордена и присвоили звание народного героя Украины. Серебряный трезубец бойцы, волонтеры и журналисты получают за подвиги и работу в зоне АТО. Церемонии уже прошли в разных городах. Сегодня награду получили бойцы 79-й бригады и летчики из Сакской бригады, которым удалось спасти технику во время начала оккупации Крыма. Впервые отметили интернет-движение InformNapalm. Его команда переводит на иностранный язык и распространяет в сети информацию о ситуации на Донбассе. Ребята ценят эти награды именно за то, что они сделаны. В каждой из них есть частичка людей со всей страны. Они изготовлены из серебра, которое присылают люди со всего мира. Если каждый хотя бы на минуточку будет делать свою маленькую работу, то в нашей стране будет мир. Президенты России и Турции договорились о личной встрече. Это произошло во время телефонного разговора лидеров двух стран. Что еще согласовали, расскажет Данил Русаков. Анонсированные накануне телефонные переговоры Эрдогана и Путина сегодня все-таки состоялись. Сколько они продолжались, неизвестно. Известны только их результаты. Турция возобновляет отношения с Россией. Главы двух государств даже договорились о встрече, где и когда она пройдет, пока не сообщается. Но в ее преддверии запланированы переговоры министров иностранных дел, которые пройдут послезавтра в Сочи. Напомним, накануне появилась информация, будто Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый в конце 2015-го военный самолет. Инцидент произошел на границе с Сирией. Свои действия Анкара объяснила нарушением воздушного пространства страны. Во вторник российские СМИ распространили информацию. Турция готова заплатить компенсацию. В самой Анкаре несколькими часами позже это опровергли. Деньги перечислять не будут. А Раджеп Эрдоган и вовсе за самолет не извинялся. Это были слова соболезнований семье погибшего летчика, не более. Единой позиции Москвы и Анкары по сбитому самолету сегодня даже после переговоров так и не обнародовали. Но авиацию лидеры двух стран вспомнили. Россия больше не считает Турцию территорией повышенной террористической угрозой. Готова возобновить воздушное пассажирское сообщение в полном объеме. Оно было существенно сокращено сразу после международного конфликта. Ростуризму поручили снять запрет на торговлю путевками, вопросы эмбарго на турецкие продукты, а также введение въездных виз для посещения России. Если и обсуждались, то конкретных решений пока так и не озвучили. Данил Русаков, Сергей Ведмитий, Олег Неведомский. Московское бюро телеканала Интер. Рок-карьера принца Гарри, диета самого увесистого малыша планеты и звезда доктора Хаоса. Об этом не только в нашем обзоре. Поистине королевский концерт в Кентентонском дворце. Вместе с рок-музыкантами из Coldplay на сцену вышел наследник британского престола принц Гарри. В выступлении также участвовал принц Сииса из африканского королевства Лесота. Деньги от концерта пойдут на благотворительность. Эти средства должны помочь организации, занимающиеся проблемой ВИЧ-спид в Африке. В новозеландском городке Кайтан-Гата переизбыток рабочих мест. В поселении расположенном на Южном острове много свободных домов и почти тысяча вакансий. Среди молодежи здесь не работают всего два человека. Чтобы заманить новых жителей из мегаполисов, здесь даже решили снизить цены на недвижимость. И просят всего 160 тысяч долларов за дом. Ученые Западной Индии утверждают, что обнаружили следы золота в моче местных коров. Обитают необычные животные в национальном парке региона Гир. По словам руководителя научной группы, золото из урины удалось извлечь и кристаллизовать. От 3 до 5 миллиграммов драгоценного металла из литра жидкости. Исследование длилось около 5 лет. Теперь подобные эксперименты будут проводить и на других породах рогатого скота. 2 тысячи долларов на видеоролики заработал поваренок из Индии. Шестилетний мальчик под псевдонимом Кича. Имеет собственный канал в интернете и регулярно выкладывает там свое видео. Кича начал готовить еду в 4 года. Любит простые десерты. Деньги ребенку заплатила соцсеть за разрешение использовать видео о приготовлении мороженого. Экстренная диета для самого толстого в мире ребенка. Арье Перману из Индонезии всего 10. А весит он почти 200 килограммов. Врачи говорят, из-за излишнего веса он может умереть. Малыш уже не ходит. У него проблемы с дыханием. А вместо одежды мальчика просто оборачивают тканью. Доктор Хаус удостоился голливудской звезды. Имя исполнителя роли гениального врача-диагноста британца Хью Лори появится на Аллее Славы. Вместе с ним на Медных Звездах Голливуд запечатлил имена еще семи известных актеров. Модели и телеведущей Тайры Бэнкс, кинорежиссера Джорджа Ромеро, а также посмертно певица Селены. Создатели популярнейшего сериала «Игра престолов» рассказали о том, когда закончится эта киносага. Оказывается, впереди всего лишь два сезона. Последний эпизод планируют показать в 2018 году. Финал шестого сезона, который компания HBO запустила в конце июня, побил очередной рекорд. Его посмотрели уже почти 9 миллионов зрителей. Общая длительность фильма составит 73 часа. Сейчас киносага пересекла отметку в 60 часов. Подробности Юэ это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok